Тихая революция, январский переворот, перезагрузка России. Современники уже подбирают термин для резких политических шагов. Послание президента и ежегодные мероприятия в этот раз отличалось мощным социальным блоком. Начав с вопроса демографии, а рождаемость падает, Владимир Путин часто прерывался из-за аплодисментов, перечисляя задачи. Рост зарплат, доходов, выплат. Часто звучит волнующий для многих людей вопрос, что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. К тому же маткапитал вырастет на 150 тысяч рублей. Среди ближайших задач теперь бесплатное горячее питание для начальных классов, ремонт ФАПов уже с 1 июля, увеличение бюджетных мест в вузах. Мы сможем, заявил президент. Бюджет профицитный. Дополнительные доходы, которые поступают, профицит бюджета и другие средства, которые сегодня есть, в том числе средства банков, могут быть направлены на решение вот этого большого количества вопросов. Необходима все-таки реформа и налоговая, наверное, так вот надо подумать, и прогрессивная шкале подоходного налога, и, возможно, отмена возврата экспортера МИЛДС. В Барнауле выступление слушали большой компанией, депутаты, общественники, политологи. И немногие из комментирующих коснулись, по словам Молотова, технической части. Конституционные изменения, а я бы даже назвал это все-таки конституционно серьезные реформы, они были затронены. Приоритет Конституции над международным правом. Федеральным депутатом судей может стать человек, не имеющий иностранное гражданство. Введение в структуру власти муниципальных органов. Политолог Константин Лукин называет жизнь в такой России путинским социализмом. У нас все-таки должны появиться нормальные работающие институты, и вот транзит власти будет проходить институционально, а не личностно. Вот кандидатура Мишустина, да, это кандидатура технического председателя правительства, который должен не думать о том, что он станет президентом, а действительно обеспечивать вот этот транзит. По следующей добровольную отставку правительства эксперт Ярослава Шашкова оценивает как устранение раздражающего фактора. Ведь в том числе и его работа привела к падению доверия к власти. И сейчас на арену вводят, по сути, совещательную структуру из губернаторов – Госсовет. Да, он не прописан как конституционный орган, но опять же весь статус Госсовета будет зависеть от того, какое место реальное он будет занимать в политической системе, и вопрос о том, какого масштаба и формата задачи он будет решать. В целом же, по мнению Шашкова, это послание можно расценивать как предвыборное, а его задача – сплотить общество с переформатированной властью к 2024 году. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.